И снова здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать в нашем Доме Знаний. Вебинар по окружающему миру проведу я, Альбина Ахмедбековна. Друзья, вы уже просмотрели видео-урок, посвященный теме «Почему мы любим кошек и собак?». Но в ходе видео-урока мы с вами подробно рассмотрели условия содержания домашних питомцев, поговорили о том, как осуществлять уход за ними. Преданность и верность для питомцев – это врожденное чувство. Ну и потом многие породы были выведены для той или иной службы человеку. Об этом мы сегодня и поговорим на нашем вебинаре. Друзья, посмотрите, пожалуйста, на два памятника. Памятник преданной собаке Хатика и памятник, прочитайте, пожалуйста, в память о кошках блокадного Ленинграда. Друзья, это памятник котам блокадного Ленинграда. Ну а теперь подробнее. Бронзовый Хатика – памятник самому верному другу. Возле выхода из здания Токийского вокзала Сибоя установлен бронзовый памятник собаке по кличке Хатика. Уже давно это место стало одним из самых популярных мест встречи в японской столице. Почему же памятник собаке стал таким популярным? Ведь в Японии предостаточно других достопримечательностей. Дело в том, что это не просто памятник. Это японский национальный символ верности, преданности и дружбы. История Хатика не выдумана. В 1923 году профессору Токийского университета фермер подарил щенка. Профессор жил недалеко от железнодорожной станции, и каждое утро пёс провожал его до вокзала. Хатика смотрел ему вслед, потом садился на площади перед вокзалом и преданно ждал, пока хозяин не вернется с работы. И это стало ежедневным ритуалом, продолжалось до мая 1925 года. Обратите внимание, с 1923 по 1925 год. Именно в 1925 году хозяин не вернулся. И в течение следующих 9 лет Хатика приходил на площадь у вокзала и ждал. Он появлялся каждый день точно в час прибытия поезда. И именно эта легендарная верность Хатика стала для японцев национальным символом преданности. До сих пор взрослые ставят эту собаку в пример детям, чтобы показать истинную преданность и дружбу. Хатика умер в 1935 году, через 10 лет после смерти хозяина. И за год до его смерти был возведен бронзовый памятник. И был он возведен, как я уже сказала, именно в том месте, где ждал Хатика своего хозяина. Во время Второй мировой войны статуя была переплавлена на боеприпасы. Но после окончания, в 1948 году, памятник восстановили. Каждый год, 8 апреля, в Токио проходит торжественная церемония поминовения Хатика. Друзья, хочу обратить ваше внимание на еще один памятник. Помимо статуи у станции Сибуя, есть еще этот памятник, который находится в родном городе Хатика, в музее возле Токийского университета, на могиле профессора. Точное место, где Хатика ждал на вокзале хозяина, отмечено бронзовым памятным знаком. Но об истории легендарной верности во всем мире узнали после выхода голливудского фильма «Хатика. Самый верный друг». Друзья, история Хатика уникальна. И есть много других невероятных историй преданности и самопожертвования. Именно такие истории дают веру в то, что настоящая верность – это не легенда, а это реальность. Ну, а теперь, друзья, я бы хотела с вами поговорить и о таких породах собак, которые, ну, помимо своей верности, еще и стоят на службе. Итак, немецкая овчарка. Немецкая овчарка, друзья, самая известная порода служебных собак. Ну, о преданности и верности немецкой овчарке снято очень много фильмов и написано много книг. Следующая порода, о которой я хотела бы сегодня сказать пару слов – это бульмастиф. Предназначение бульмастифа в охране человека. Но благодаря хорошему чутью этих псов, часто их используют на поиске запрещенных веществ или для того, чтобы выйти на след. Бульмастифы – преданные владельцу собаки. Они массивные, но ласковые, добрые по отношению к хозяину. Кстати, бульмастиф, друзья, еще и нежная няня для ребенка. К тому же смелый охранник. Ребята, еще одна собака – доберман. Доберман – сильная собака, уверенная в себе и уравновешенная. Доберман предан хозяину и семье. И очень недоверчив по отношению к незнакомым людям. Ребята, благодаря силе, смелости, а также быстрой обучаемости доберманов тоже используют на службе в полиции, в поисково-спасательной службе. Но эти и другие породы собак, помимо того, что несут такую службу, например, в полиции, они еще и прекрасные поводыри для тех, кто лишен зрения. Ребята, если о собаках мы привыкли думать как о спасателях, защитниках, то в кошках мы, как правило, видим домашних, изнеженных любимцев. Но есть, как я уже говорила, особая страница истории, связанная с котами. Друзья, питерские коты блокадного Ленинграда и питерские коты Эрмитажа. В память о кошках блокадного Ленинграда. Это печальные, трагические дни истории, и вы о них уже знаете. Так вот, в память о кошках блокадного Ленинграда был установлен памятник. В Санкт-Петербурге очень много памятников котам. И этот памятник, который вы видите сейчас на экране, он установлен на улице Композиторов, ну, относительно недавно. Монумент появился в честь того, что эти домашние животные помогли горожанам пережить тяжелейшие военные испытания. Осенью 1941 года Ленинград оказался в кольце блокады. Потянулись суровые дни. И таких дней впереди было еще немало. Умирающие от голода люди сметали все. Они ели все, что могло сходиться в пищу. От того, что исчезли в кошке, в это время в городе появились полчища крыс. Они передвигались по городу целыми колониями. Они даже преграждали дорогу трамваям. Эти грузины истребляли те крохи еды, которые были у людей, а также нападали на ослабленных стариков и детей. Нависла угроза эпидемий. Но средства борьбы с вредителями не оказывали должного эффекта. Специально созданные бригады не могли справиться с этим умным организованным противником. Крысы размножались, и их количество стремительно увеличивалось. Ну а уже весной 1943 года, после частичного прорыва блокады Ленинграда, вышло постановление доставить из Ярославля в Ленинград по железной дороге несколько вагонов кошек. Часть крысоловов, то есть кошек этих, была выпущена прямо на вокзале. Остальных стали раздавать горожанам. Кошки уничтожили грызунов, которые заполнили продовольственные склады. Ну а чистить весь город тогда не удалось. Благодаря кошачьим стараниям, хотя и с немалыми потерями с их же стороны, Ленинград очистился от нашествия коварных грызунов. И считается, что коты спасли город. Ну, были еще дополнительно завезены кошки из Сибири. Всего около пяти тысяч животных. На этот раз, друзья, они спасали от разорения музеи Ленинграда. Тогда Санкт-Петербург назывался Ленинградом. В том числе и Эрмитаж. Ведь в Эрмитаже хранятся, и тогда хранились, конечно, ценности музейной экспонаты. Эрмитаж по праву занимает одно из первых мест среди музеев мира. И трудно отыскать петербуржцы или гостя с северной столицы, который хотя бы раз в жизни не ходил по галереям Эрмитажа. Галереи Эрмитажа увешаны бесценными произведениями искусства. Но, однако, далеко не все знают, что у Эрмитажа есть особая достопримечательность. Это эрмитажные коты. Их еще называют, друзья ласково, эрмики. Работники музея их так называют. И еще бы! Ведь именно эти эрмики во время частичного снятия блокады Ленинграда спасли культурные достояния. Друзья, кошки, приобретая статус эрмика, освоились и расплодились очень быстро. Сейчас они получили такую известность, что гости музея стали приносить даже деньги на их содержание. У них имеются особые спонсоры. А еще в статье «Затрат музея» появилась особая строка. Она предусматривает выделение средств на содержание этих котов. Но, как правило, друзья, в Эрмитаже живет не более 60 котов. Но тех, которые больше всего уже приручены, передают в хорошие руки. Но согласитесь, получить живой экспонат, так называемый «Эрмик» с самого Эрмитажа – это большая честь. Ребята, «Эрмики» или, иными словами, питерские коты, «Эрмитажные коты», вернее, если быть точными, «Хатика» и многие породы собак. Как видите, не просто избалованные питомцы, но и животные, которые стоят на страже, которые несут службу. Очень много, как я уже говорила, интересных фактов, связанных с домашними питомцами. Может быть, и вы владеете какой-то информацией, которой хотели бы поделиться со своими родными, с друзьями. Ну и, конечно, с нами. Мы будем рады любой информации, с которой вы с нами поделитесь. Друзья, ну а сейчас нам пора прощаться. До новых встреч!